Позвольте предоставить слово с докладом, посвященный фаст-треку в реальном российском отделении онкорологии, Александру Константиновичу Носову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно я тогда быстро... Раз, включите. Сразу предварю презентацию. Чаще всего я рассказываю не столько о фаст-треке, сколько о реальной и правильной медицинской практике. Потому что когда мы начали выводить фаст-трек, стало понятно, что фаст-трек это за рубежом, а у нас фаст-треку ложиться некуда, потому что нет почвы, на которой его внедрять. У нас медицина и так дешевая, удешевлять ее уже, в общем-то, некуда, а фаст-трек, в том числе основной такой очень важным компонентом, является удешевление того же медицинских сфер и услуг. А так как у нас все дешево, то, в общем, в этом смысла никакого нет. И поэтому до сих пор это, в общем-то, работает очень с большим трудом, это никому не интересно. И ранняя реабилитация пациентов, она, в общем-то, остается до сих пор за кадром во многих центрах, хотя это достаточно, наверное, все-таки интересная сфера. И она действительно приносит в первую очередь, на самом деле, удовлетворение больных. И мой фаст-трек начался с того, что мне близкий человек после операции в Германии сказал, что он просто счастлив. То есть он никогда не думал, что после операции от операции можно испытать удовольствие. И вот с тех пор в отделении у нас действительно реальный фаст-трек. Наконец-то сейчас появится. И поэтому, вернувшись, я ультимативно, в общем-то, начал внедрять эти принципы действительно в жизнь. Они, конечно же, давно работают в колоректальной хирургии. И вся прелесть фаст-трека в том, что он действительно очень хорошо доказан. Ну вот о том, что я говорил. Действительно, мы начинаем с каких-то принципов фаст-трек, которые предложены Кенриком Кехлетом. Но на самом деле у нас нет вот этой нормальной практики, когда каждый день утром меняется больное белье, когда у него есть индивидуальная одежда, индивидуальная кровать, на которой он ездит, есть система сигнализации и так далее. Того, чего нет в абсолютном большинстве отделений на сегодняшний день. А без этого фаст-трека не может быть. Он не будет работать, потому что он никому не интересен. Но то, о чем я говорил, здесь, к сожалению, анимация не работает, видимо, все поедет. Но все-таки все принципы фаст-трека, реального фаст-трека, которые говорят на сегодняшний день, они имеют очень высокую степень доказательности в пределах единицы. То есть это уже состоявшийся и научно доказанный факт, которому на самом деле, я уже года полтора выступаю с этими докладами и все время встречаешь противодействие. Все время какую-то инерцию, непонимание того, о чем ты чаще всего говоришь. При том, при всем, еще раз повторяю, что уровень доказательности единица всех тех принципов, о которых мы разговариваем и будем говорить дальше. Основное, на самом деле, первое, что мне показалось, что это действительно просто трудно сбросить тот чемодан, тот рюкзак, который за спиной, который уже впился лямками глубоко, тех опыта, тех знаний, того порочного, еще раз, всего опыта, который накоплен годами. И поэтому преодолеть это достаточно сложно. Поэтому отказ от всех этих догм является, наверное, основным шагом и первым шагом в фаст-треке. Что, на мой взгляд, очень важно, это действительно работа с персоналом. Это отказ от индивидуальной ответственности за каждого больного, лечащего врача, непосредственно переход, больше к мультиснезаправленному подходу, создание определенного ставки дежурного врача в отделении и еженедельный рабочий обход. Вы вспомните свой академический обход, когда два раза в неделю, как минимум, три часа в день из жизни всего отделения просто умирает, потому что там делать нечего абсолютно на нем. Там профессор за пять минут просто ничего не успевает раз в неделю сделать. Поэтому это неэффективный обход. Если каждое утро происходит рабочими обходами и решаются рабочие моменты, он становится гораздо более эффективным. Постановка различных интубаторов, зондов, дренажей, назогастральное дренирование уже всем известно и всем доказано, что это плохо. И все равно назогастральный зонд первое решение у всех абсолютно больных после операции. И причем даже не только гастроинтестинальных операций, а и при минимальных резекциях, почвах, нефректомии, обязательно в реанимацию могут поставить гастроинтестинальный зонд. Дренирование. Вот мы два года уже не ставим вообще в принципе дренажей, и на самом деле это никак не повлияло на течение послеоперационного периода. А при этом надо понимать, насколько высвобождается персонал. Не надо перевязывать, не надо менять повязки, не надо удалять дренажи. На это все не тратится время. А в рутине вы даже не представляете, сколько время на это вы тратите каждый раз с каждым больным, обрабатывая, убирая, утилизируя и так далее. Это огромные силы и средства, которые затрачиваются. И это прежде всего ваше время, ваше личное время, когда вы не успеваете вовремя уйти домой. Но это по поводу интубаторов более урологический момент. И вот тот феномен, который я в этом году для себя почерпнул. Два отделения в институте продемонстрировали снижение летальности. В этом году. При этом эти отделения продемонстрировали рост срочных операций. Число срочных операций выросло. При этом на нашем отделении мы продемонстрировали, что абсолютное число из 28 срочных операций были выполнены также лапароскопически. Ранние лапароскопические ревизии. Не надо стесняться, не надо их бояться. Это не позор для хирурга. Это наоборот демонстрация активной агрессивной тактики в отношении пациента. Это очередная лечебная процедура. Только сделанная вовремя. Не через 3-4 дня, а при первом появлении симптомов, что позволяет разрешить ситуацию в саны ранний момент ее развития. Мы все это прекрасно знаем, что тот же самый перитонит в первые часы лечится совершенно по-другому, чем через сутки. Поэтому при первых симптомах ранняя лапароскопическая ревизия решает очень многие проблемы. Это же показало и время, что мы стали гораздо раньше брать пациентов на подобные вмешательства. И это дало свой выигрыш. Мы получили снижение летальности у нас. И подобная же тенденция была на абдоминальном отделении. Число послеоперационных осложнений с года в год не выросло. Средние значения этих осложнений соответствуют историческим и зарубежным литературным данным. Но еще раз повторюсь, что абсолютное число вмешательств, а любая повторная хирургическая вмешательств, это осложнение третьей степени на сегодняшний день расценивается, они были лапароскопическими. Пациент через полтора-два часа уже в палате и полностью реабилитирован при этом. На сегодняшний день все больные практически минуют реанимацию, они сразу поступают на отделение. Через два часа после того, как они проснулись, и уже в этот же день полностью осуществляется реабилитация. Они пьют воду, они начинают питаться, они принимают пероральные обезболивающие препараты, они встают и начинают двигаться. Через два часа после, например, висцирации малого таза. Боль является очень важным критерием фасттрека. Я считаю, что это основной, краеугольный камень. Вообще во многом фасттрек, потому что он определяет и проведение наркоза, что на самом деле определяет 80% всего фасттрека, и в том числе после операционного периода. Если человек болит, у него обязательно разобьются все те осложнения, которые мы потом будем разбирать и спрашивать. А в чем же причина? Во многом, может быть, в половине случаев будет виновата боль. Пациент был просто неадекватно обезболен. Второй момент – это хронизация болевого синдрома, о котором тоже нельзя забывать. Посмотрите, что постлапаротомический болевой синдром, который сопровождается длительно. Пациент просто приходит, у меня болит. Мы обследуем, ничего не видно. Так это просто неправильное обезболивание при оперативном вмешательстве, что формирует практически вот этот хронический болевый синдром половины больных, перенесших лапаротомию. Поэтому проблемы обезболивания очень важны. Как оценить боль? Элементарно, все знают визуально-аналоговую шкалу, но никто ее не пользуется. На сегодняшний день рядом с тумбочкой лежит больной расчерченный лист, где он каждый час-полтора отмечает тот уровень боли, который есть. Утром мне достаточно двух секунд для того, чтобы оценить тот уровень обезболивания, который проведен у данного конкретного пациента непосредственно. Естественно, лапароскопический доступ малоинвазивный и помогает в решении этих проблем. Но при этом очень важный шаг. Надо понимать, что на самом деле на сегодня мы далеко очень продвинулись. И боль зависит не только от того, нормальный пациент психически, на наш взгляд, или нет. На самом деле чуть ли не 70% обусловлено его генотипом, тем полиморфизмом в генах, которые есть. Иконки должны всплывать по очереди, но это просто демонстрирует, что на сегодняшний день выявлены те гены, в которых полиморфиз обуславливает чувствительность, нечувствительность к тем или иным анальгетическим препаратам. Он определяет токсичность этих препаратов. И мы можем заранее по определенной, например, по его карте на сегодняшний день определить ту оптимальную обезболивающую терапию, которая на сегодняшний день ему необходима. Понятно, что это день не сегодняшний, но я думаю, что день достаточно близкий. При этом адекватная организация обезболивания позволяет отказаться от инъекционных анальгетиков. Если вы вспомните, 5-6 операций, значит, на отделении как минимум 12-13 человек получают обезболивающую терапию, как минимум 3-4 раза в день делаются инъекции. 12 на 4 – это 48 инъекций. 48 инъекций – это как минимум 3 часа в день у сестры уходит только на эти инъекции. Она не занимается больными, она колет больных. Кроме того, делает клизмы, которые также абсолютно не нужны. Адекватное обезболивание, введенное в отделение, на основе мультимодального подхода позволило снизить болевой синдром достоверно как при радикальных простатоктомиях, так и при операциях на почке. Еще раз повторяю, эти пациенты все получали в послеоперационном периоде таблетированные препараты. Ну и в конце каждый сам выбирает, на какой стороне силы быть, на темной или на светлой. Думаю, пора сделать выбор. Спасибо.